Город Харьков можно считать одним из центров советской космической промышленности. Заводы Хартрон, Коммунар, Протон, Шевченко и многие другие предприятия производили электронику для советских космических и баллистических ракет. Но также в Харькове работали секретные научно-исследовательские институты, которые разрабатывали технологии для космической промышленности. О одном из таких НИИ мы сегодня и поговорим. НИИ Госрадиопроект был основан в 1959 году. Официально занимался производством средств связи для харьковских предприятий. Также при нём работал секретный отдел, который занимался космическими разработками. НИИ было полностью ликвидировано в 2011 году. Здание и имущество передали в собственность завода Коммунар. Наш сегодняшний рассказ дополнит Алексей Николаевич Жадан, человек, который работал в НИИ Госрадиопроект на протяжении 52 лет. С 1968 по 2011 занимал должность главного инженера НИИ. За свои труды был удостоен множества медалей и орденов. Получил звание «Заслуженный радист СССР» и написал книгу о космосе, как это было. Наш государственный проектный и научно-исследовательский институт Госрадиопроект был создан, и корни его создания входят в 1919 год, когда по декрету Ленина было немецкое предприятие «Сименс Гальц», преобразованное в предприятие «Веса Бит Монтаж». И ему было поручено разрабатывать системы связи. Были созданы несколько предприятий. Центральное предприятие называлось «Проектно-монтажный трест номер 5» в Москве, а его филиалы были созданы, соответственно, и в Москве еще дополнительно филиал. Ленинград, Харьков, позднее Киев. В 1934 году в Харькове открывается проектное бюро, которое занимается разработкой средств связи. Именно это бюро впоследствии превратится в проектный и научно-исследовательский институт Госрадиопроект. Расскажите, как вы попали в НИИ Госрадиопроект? Я учился в Харьковском техникуме электросвязи на Кооперативной 7, бывшая улица Берестя. И после его окончания, поскольку я закончил с отличием, то было 5% выпускников отправлено на учебу, выбираешь себе институт. Можно было ехать в Москву, Ленинград. Вот. Значит, я выбрал Ленинград, но когда распределение прошло, значит, уже там не было возможности мест, и получил извещение 30 августа о том, что вы зачислены на первый курс факультета радиосвязи и радиовещания Водерский технический институт связи. Это был 1954 год. Вот. Куда я и уехал. Я проучился 5 лет. Закончил тоже диплом с отличием. А перед получением защиты дипломов, дипломных проектов, 4-го мы защищались, естественно, в мае, а 4-го января к нам прибыли покупатели, специалистов таких мы называли. Они привезли с собой такие плакаты, на которых было, перечень был специалистов, которые требуются. Вот. Наш институт готовил и инженеров по проводной связи, и по радиосвязи. Значит, вот каждый выбирал себе это там, и потом Госкомиссия уже слушала наш выбор и назначали, принимали нас и корректировали. Говорят, нет, поедите туда. Значит, распределение это состоялось. На распределении был представитель Министерства радиопромышленности, вот, замминистра и начальник нашего московского уже объединения. Так это уже оно называлось условно «Каскад». Научно-производственное, центральное научно-производственное объединение «Каскад». Таким образом, я с сентября месяца попал в Харьковское отделение «Каскада», вот, которое размещалось в скромном небольшом здании, и нас приехало 27 специалистов, выпускников и радиофакультеты, и ТТС-факультет, вот, которые доработали, как говорят, до пенсии почти все. Изначально НИИ Госрадиопроект занималась разработкой и установкой средств связи на харьковские предприятия, а также разрабатывала всевозможную электронику для харьковских заводов. Например, на том же заводе «ХТЗ», к примеру, да, мы разработали, смонтировали датчики, которые фиксировали выход продукции готовой, то есть трактор съезжает с конвейера, он на этих весовых датчиках дает сигнал о том, что, отметку, что есть одно изделие. Предприятие было создано, как проектно-консулторское предприятие, плюс осуществляющее авторский надзор за своими проектами и участвующее в монтаже именно тех систем, которые проектировали. Конкретно будем говорить по нашему родному городу. Значит, все системы связи, внутренней громкоговорящей связи, диспетчерской связи, внутренней, внешней связи, завязка всех предприятий на наши областные руководящие органы, то есть это специальная система, так называемая ЗАЗ, закрытая автоматизированная система, и система правительственной связи, которая объединяется и была создано по нашим проектам. Были образцы, которые выпускались, ну это уже имеется в виду по правительственной связи, это уже специальные образцы, которые выпускались по нашему заданию, скажем, на предприятиях, соответственно, тоже харьковские предприятия. По мере того, как развивались события во время Холодной войны, все больше предприятий переводили из гражданской направленности на оборонную и космическую. НИИ Госрадиопроект также не стал исключением. Уже в 1959 году поступил первый оборонный заказ, поскольку предположительный противник СССР имел эффективные средства авиационного поражения, в том числе самолеты, которые могут нести ядерное оружие. Началось усовершенствование системы ПВО. В рамках программы «Воздух-1» началось создание ракет для перехватов вражеских самолетов. Эти ракеты должны были создать купол над всей территорией страны. Ну, практически уже в 59-м году, значит, кроме гражданской тематики, мы отдельно, у нас были отделы, которые начали заниматься системами ПВО. Тогда у нас была разработана система «Воздух-1М», которая позволяла создать по стране систему защиты от воздушных целей. Сотрудники НИИ не только принимали участие в разработке системы ПВО «Воздух-1М», но и непосредственно принимали участие в ее установке, а также контролировали все процессы. Система ПВО устанавливалась на протяжении двух лет. Не успела НИИ доделать заказ обороны, как уже в декабре 1960-го поступил заказ космический. «Мы, по постановлению правительства, были привлечены уже для работы в ракетно-космической отрасли первым делом на полигоне Копьяр, Капустин-Яр». Ракетный полигон в северо-западной части Астраханской области России. Занимает площадь в 650 км2. Был основан в 1946 году. В разные годы здесь проводились спуски зенитных ракет, баллистических ракет. Именно здесь прошло испытание ракеты Р-1, которая была сконструирована под руководством Сергея Королева. Также полигон Капустин-Яр стал основным местом для так называемых собачьих стартов. Практически все советские собаки-космонавты отправились в космос именно с этого полигона. Во время одного из собачьих пусков произошла достаточно комичная ситуация. Собака по кличке Бобик, которая должна была стать будущим космонавтом, убежала. К счастью, решение данной ситуации нашлось достаточно быстро. На полигоне поймали другую бродячую собаку и отправили ее в космос. Собаке дали имя Зип, что расшифровывалось как замена исчезнувшему Бобику. Сергей Королев был в ярости, когда узнал, что в космос отправили неподготовленную собаку. Но, к счастью, полет прошел успешно. И тогда Сергей Королев произнес фразу, раз уж собака без подготовки полетела, то человек уж точно справится. «С левой стороны такая маленькая ракетка. Это первое творение, которое в копьяре было испытано, как ракетоноситель, и вот там был, видите, кольцевой ракетный двигатель, и полезный груз с датчиком. это все провели испытания, практически наша команда сидела, но я в то время был руководителем, поэтому у меня была со мной группа инженеров, и мы работали там, значит, обеспечивая проектную документацию, разработали полностью, вот, на стартовый комплекс, на монтажно-испытательный корпус, который техническая позиция, будем говорить, корабля. 24 октября 1960 года в 16 часов 45 минут на космодроме Байконур произошла авария. За полчаса до пуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошел несанкционированный запуск одного из двигателей, который привел к разрушению ракеты и утечке топлива, в результате чего начался сильнейший пожар, из-за которого погибло по разным данным от 74 до 126 человек, среди которых были военные, ведущие инженеры, а также маршал ракетных войск Неделин. «Нам пришлось срочно работать над документацией по восстановлению. Значит, и мы буквально выехали туда почти отделом, на месте провели изыскание, вот, и несмотря на то, что там еще гиптил не давал дышать после взрыва это глючий, вот, глючий гиптил, окиснитель и слару, да, значит, гиптил, конечно, ну как, если кто не нюхал, это примерно запах дохлой мыши, но более резкий такой, который забивает мозги хорошо. Да. Вот мы провели изыскание и подготовили документацию для восстановления этого старта. Мы его восстановили уже для завершения испытаний 64-й машины, а под 67-ю машину дали нам 67-ю площадку рядом, по которой я уже был главным инженерам проекта назначен. Советский Союз стремился обогнать Америку и первым запустить человека в космическое пространство. Поступила достоверная информация, что американцы планируют запустить в космос своего астронавта 12 апреля 1961 года. В СССР для пуска человека все было готово уже в начале марта, но Сергей Королев настоял, что человека в космос можно будет отправить только после двух подряд успешных собачьих пусков. Первый собачий пуск прошел 9 марта 1961 года. С космодрома Байконур в открытый космос отправилась ракета с собакой Чернушкой и манекеном человека в скафандре, который называли Иван Иванычем. Также на борту находилось 12 мышей и мухи. В голову Ивана Иваныча положились семена разных растений. Это были хрущевские времена, потому, я думаю, вы не удивитесь, что среди семян была кукуруза. Иван Иваныч нужен был для того, чтобы проверить, сможет ли человек выжить при катапультировании. Также во время этого полета планировали передать запись человеческого голоса с корабля на землю. Но позже от данной идеи отказались, поскольку побоялись, что американцы могут выдать Иван Иваныча за труп космонавта, а в качестве доказательства предоставить запись голоса. Потому, было принято решение, что из космоса на землю будет транслироваться запись хора. Полет прошел успешно. Делегация из Чернушки, Иван Иваныча, мышей и мух, пробыла в космосе около 100 минут и успешно приземлилась на землю. Второй собачий пуск прошел 25 марта. В космос отправилась собачка Звездочка и Иван Иваныч. Данный полет также прошел успешно. Звездочка открыла путь в космос человеку, за что и была удостоена памятника в городе Челябинске, рядом с которым она приземлилась. А макет человека по имени Иван Иваныч в 1993 году продадут на аукционе. Его приобрели американцы и теперь он хранится в Соединенных Штатах в музее космонавтики и авиации. Как раз это как раз вот наша бригада моя внизу у нас была летная форма одежды куртки соответственно потому что мы работали и в зну и в холод вот вот это практически подготовка и снимок это сделан корреспондентом газеты Красная звезда значит в 25 перед 25 марта 61 годом это второй собачий пуск Чернушка на месте рядом с Иван Ивановичем Иван Иванович это макет или человека нет человека там не было вот макет человека и вот этот старт благополучно состоялся и мы начали работать на первой площадке обеспечивая практически первый пуск человека вывода Гагалина и все последующие пуски поля у нас дается зажигание в бед припят пуски и пуски пуски желаем вам доброго полета я желаем вам доброго полета все нормально поехали в в и и и В каком месте размещался научно-исследовательский институт Госрадиопроект? Сначала на Киевской 15 был использован корпус, где находилось монтажное управление. Там нам выделили отдельно помещение, и вот наши 27 человек, которые приехали, плюс технический персонал, который здесь набирали. Сначала научно-исследовательский институт размещался в небольшом здании на окраине города. Когда в 1976 году вышло постановление правительства о начале космической программы «Энергия Буран», Алексей Николаевич отправился в Москву, и там в министерстве добился, чтобы для НИИ построили новое просторное здание с лабораториями и вычислительным центром. После того, как Москва дала разрешение, Алексей Николаевич отправился в Киев, и там добился, чтобы на постройку нового здания выделили деньги. Мы вместе, естественно, с нашим министром Калмыковым должны были вписать постановление строительства нового, потому что мы будем говорить в таком трехэтажном здании, потом четырехэтажное построили, но мы не могли работать на диканевке. Нам не хватало площадей в связи с ростом объема. И мы включили в постановление правительства строительство лабораторно-конструкторского корпуса на проспекте Гагарина, 174, который был сдан в эксплуатацию в 81-м году и в 83-м окончательно, все 14 этажей, специальные лаборатории. Постройкой научно-лабораторного комплекса НИИ Госрадиопроект занималась компания «Шилстрой». Само здание было режимным объектом и строилось по очень высоким требованиям. Поскольку здание режимного предприятия, значит, у него, соответственно, должна быть полная экранировка, чтобы внутренние системы связи и их излучение не выходило на улицу. Я имею в виду не радио, а даже обычные телефоны. Звуковое излучение, естественно, не проникало, чтобы громко, если кто-то разговаривает по телефону, а тем более излучение аппаратуры. И тем более, что высшительный центр, который там был запланирован, он обрабатывал закрытую документацию. Естественно, предполагалась дополнительная экранировка, и статическая, и магнитная экранировка, что было успешно сделано по заданию. То есть мы разработали требования, выдали ее генеральному проектировщику, помогли ему, где надо зашить специальные сетки в строительной конструкции, как защитить окна от того, чтобы не излучалось. И потом провели соответственно уже органы наши контролирующие за 50 метров и ближе, от 50 метров и ближе, то есть от проспекта Гагарина, будем говорить, там 75 метров. Почему и заглубили здания от проспекта, для того, чтобы средства, более мощные средства, которые могут перемещаться по проспекту, подвижные, неконтролируемые нами, могли контролировать наши разговоры и все излучения, которые проходили. По видам связи и во время испытания определенных конструкций, скажем, аппаратур. Вот. На третьем этаже здания находился мощный вычислительный центр, который обрабатывал секретную документацию. Этот центр при работе выделял очень много тепла. Для его охлаждения рядом с зданием построили небольшой фонтан. Поскольку вода в этом фонтане была постоянно теплой, в нем часто купались местные дети. Что еще было? Особенностью, да, ну, каждый отдел действительно имел автономную защиту, систему входных дверей с паролями, которые можно было знать или набирать цифровые пароли. Три формы допуска, третья, вторая и первая. Соответственно, вот ДСП, для служебного пользования документации, да, и кончая особой важностью, ОВА-гриф. Значит, первая. Часть сотрудников, ну, первая часть. Первая, это ведущие сотрудники, то есть те, которые, ну, я уже был тогда главным инженером проекта. В 1976 году началась разработка советской космической программы «Энергия Буран», в ходе которой должны были создать многоразовую космическую транспортную систему. Долгое время в СССР система многоразовых полетов в космос считалась бесперспективной, и потому никаких разработок в данной отрасли не проводилось. Но когда в 1972 году в США прошли успешные испытания многоразовой космической транспортной системы «Спейс Шаттл», Советский Союз понял, что нужно не отставать в технологиях и разработать ответную программу. В разработке программы задействовали сотни научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий. Сотни тысяч людей трудились над созданием ракетоносителя «Энергия» с уникальным водородным двигателем и советского шаттла под названием «Буран». Ракетоноситель «Энергия» выводила «Буран» на околоземную орбиту. Там космический самолет мог выполнять разные операции и доставлять грузы. А потом просто садиться на специальные аэродромы на Земле. Для посадки космического корабля «Буран» в Советском Союзе построили два аэродрома в Симферополе и на Дальнем Востоке. Также, думаю, многие из вас слышали, что в Украине есть такой самолет, как Ан-225 «Мрия». Он является гордостью украинской авиации и действительно есть чем гордиться. Самолет может поднять в воздух более 250 тонн. Настоящий летающий поезд. Уже очень много лет мне приходят в голову мысли, почему Украина не может наладить серийное производство Ан-225. Имея уникальную технологию, которую 30 лет никто не может повторить, Украина ничего на этом не заработала. Даже не смогли доделать второй экземпляр «Мрии», который стоит на заводе «Антонов» с 1988 года. Интересно, чем будет гордиться украинская авиация, когда уникальный самолет лет через 10 спишут в музей. Но мы немного отошли от темы. Дело в том, что уникальный самолет Ан-225 «Мрия» разрабатывался не для того, чтобы возить гуманитарные антисептики и маски из Китая. Его огромная грузоподъемность нужна была для того, чтобы доставить космический корабль «Буран» и части ракеты «Энергия» на космодром «Байконур». Так что самолет «Мрия» – это также часть космической программы «Энергия Буран». Большое постановление правительства о создании многоразовой ракетно-космической системы «Энергия Буран». Вот она. Что в этом постановлении? В этом постановлении было расписано участие всех предприятий, и нашего в том числе, каждого министерства. И вот начало положило тому, что мы посмотрели состояние с строительством на 110-й площадке именно комплекса «Энергия Бурана». Значит, к нему был создан большой миг, монтажно-испытательный корпус на 95-й площадке, в котором мы проектировали рабочие места всех объектов, которые запускались с Байконура. Все спутники различных систем и различных творцов, начиная от наших днепропетровских спутников и кончая московскими организациями. Специальные спутники, которые выполнялись в интересах, уже будем говорить, там. Для НИИ Госрадиопроект «Программа «Энергия Буран»» стал настоящим подъемом, расширением штата, увеличением финансирования и постройкой нового корпуса. Единственный пуск космической программы «Энергия Буран» состоялся 15 ноября 1988 года. Окончательно программу свернули в 1994 году. Общая сумма затрат на ее создание составила 16,5 миллиардов советских рублей. А в 2011 году свернули и американскую программу «Спейс Шаттл». Она также не оправдала ожидания. Изначально планировалось, что шаттлы будут доставлять полезные грузы на орбиту и совершать по 25 пусков в год. Планировалось, что каждый год США будет совершать не менее 100 пусков шаттлов. Но в итоге почти за 40 лет было совершено всего 160 пусков, два из которых закончились авариями. Космический корабль «Буран» в наше время лежит в одном из ангаров космодрома Байконур. На данный момент ведутся переговоры, чтобы его передали в Российский музей авиации и космонавтики. В мае 2021 года в ангар с «Бураном» пробралась неизвестная группа художников-графитчиков и оставила на космическом корабле несколько надписей, которые сейчас расценивают как акт вандализма. Первая надпись гласит «Прежде чем лететь к звездам, людям нужно научиться жить на Земле». Вторая надпись «Юра, мы приехали». То 1991 года НИИ Госрадиопроект подчинялся Министерству средств связи в Москве. После обретения Украиной независимости его переподчинили Киеву и преобразовали в научно-исследовательский институт «Союз». А потом нас подключили уже к Национальному космическому агентству, и я имел возможность, как говорится, доложить о нашем. Полный перечень работ составил такой отчет, один том большущий, что мы делали до этого, где участвовали, какие разработки, что мы делали и что будем делать, уже они определили нас тогда. И тогда же подписал приказ, исходя из наших работ, уже подписал Горбуллин, который не только занимался юмором от имени нашего Днепроведровского завода «Ежмаши», а он еще занимался серьезным ракетом, Национальным космическим агентством, был главой первой. Вот он определил меня своим указом, главным консультуром системы инфраструктуры. В 90-е НИИ продолжил разработки космических технологий, сотрудничая с Байконуром и с международными компаниями. Но объемы работы значительно уменьшились, и с объекта сняли гриф «Секретно». Начали уже размещаться, составляться договора, и мы участвовали в создании морского старта. Соответственно, проект был. Затем мы подготовили документацию по бразильскому старту на «Циклон». Вот это боевое 69-е орбитальное изделие было превращено, соответственно, в гражданской «Циклон». И затем, значит, мы в соответствии с заданием НКУ выдали документацию на канадский космодром и на бразильский космодром. В 2000-е НИИ и территория рядом с ним пришли в упадок, фонтан исчез. А на пустырях вокруг здания начали появляться новострои, АТБ, заправка, фитнес-клуб. Вряд ли те, кто строил эти объекты, задумывался, откуда взялись эти пустыри и почему их раньше не застраивали. В 2011 году приказом НКУ наш институт был ликвидирован. А здание было передано в аренду коммунар. Где он на всем поставил крест, кроме одного нашего подразделения. Они разместили там, на наших стендах, где проходили испытания отдельные наши элементы, там системы связи и спецсвязи, там разместили площадку проверки электросчетчиков. Вот. Всего-навсего. Успехи Советского Союза в космической гонке обеспечивались тяжелым трудом сотен тысяч людей по всей стране. Только в городе Харькове над космической программой работали десятки предприятий. Среди них НИИ Госрадиопроект, в котором трудилось более 400 человек. И который на протяжении десятилетий безупречно выполнял поставленные задачи. Успехи проектной и научно-технической работы института обеспечила четкая и слаженная работа большого коллектива преданных делу сотрудников. И ведущих специалистов, таких как главные инженеры проектов Таранюк, Явица, Короленко, Мазенков, начальники отделов Бобрицкий, Николаенский, Сорока, Драбан, Чайка, главные специалисты отделов Алешин, Трипелец, Федутенко, Сорочан и Соловей. И конечно же главного инженера НИИ Алексея Николаевича Жадана. Спасибо вам за ваши труды.